Здравствуйте, сегодня поговорим о Neo4j. Neo4j – это графовая база данных, предназначенная для хранения, управления и анализа данных в виде графа. В основе Neo4j лежит графовая модель данных, которая отличается от традиционных, реляционных и документированных баз данных. Neo4j – мощный инструмент для работы с графовыми данными, позволяющий эффективно моделировать, анализировать и извлекать знания из сложных отношений связей данных. Сферы, где применяются Neo4j – это социальные сети, графы знаний и рекомендательные системы. Теперь мы можем создать свой проект в Neo4j Desktop. Нажимаем Add, Local DBMC, задаем наш пароль. Далее у вас появится вот такая строка с вашим проектом. Мы его откроем и нас встретит несколько ячеек. Данная ячейка понадобится нам далее. Ну а пока давайте добавим нового юзера, к которому мы будем подключаться. Достаточно будет нажать на Database Information, найти Server User Add. Задаете юзернейм, пароль к нему, роль задайте админ. После чего, чтобы к нему подключиться, нужно нажать Server Disconnect. У меня уже пользователь создан. И подключиться к нему. Можно посмотреть. Да, все верно, я подключился. Теперь давайте перейдем. Теперь рассмотрим наш ноутбук. Сначала скачаем Neo4j. Далее посмотрим версию ее. Создадим класс, благодаря которому мы присоединимся к нашему серверу. Все данные вы можете взять из данной ячейки. Это пользователь, адрес и пароль, который вы задавали. В данной ячейке мы считываем из датасета Cora 500 строк, которые будут хранить в себе свойства ID и класс. Как мы видим, мы записали всего 500 строк. И давайте посмотрим, какие классы наименования данных классов. Теперь давайте получим несколько триплетов из предложений и перенесем их в Neo4j, чтобы на основе них создать граф. У нас есть предложение. Из него мы получим три триплета. Как мы видим, после запуска ячейки мы их и получили. И теперь давайте перенесем их в Neo4j. Для начала подключимся к нашей базе данных. Здесь мы создаем наши узлы Russia, Менделеев, Periodic Table и Chemist. Далее создаем взаимосвязи между ними. И тут уже идет создание нашего графа. Давайте перейдем в нашу базу данных и посмотрим, какой граф у нас получился. Как мы видим, у нас получилось, что периодическая таблица относится к Менделееву. Химия относится также к Дмитрию Менделееву. И то, что Дмитрий Менделеев – гражданин России.